Фу, еды толком никакой нет. У меня все время было ощущение, что кто-то следит за мной. Я оборачивалась, но никого рядом не было. Неужели все потеряно? Я решила собрать в когти всю свою смелость. Кто там? А? Выходи! Чтобы на Новый год пошел в снег. Привет, привет, привет! С наступающим тебя! А меня зовут Юмичу. И 27 декабря мне исполнилось 3 года. До сих пор не могу решить, день рождения перед Новым годом это круто или нет. А если ты хочешь, чтобы твое новогоднее желание сбылось в 2020, подпишись на наш канал. До 2 миллионов осталось всего 164 тысячи. Поставь обязательно новогодний лайк на это видео и загадай желание в комментариях. И возможно, что оно сбудется. А сегодня я расскажу тебе капец какую историю про мой день рождения и Новый год. Короче говоря, было 27 декабря. Я проснулась, на улице не было ни снежинки, кругом трава прям как летом. Вот тебе и Новый год. Мне показалось странным, что никто меня не поздравляет и подарки не лежат. А вдруг они все в пятером с Аней занимаются чем-то интересным, а я все проспала. Или вообще забыли, что у меня сегодня день рождения. Я смотрела комнату и заметила на диване какую-то надпись. Я в школе учусь не очень, поэтому читаю так себе. А вот эмодзи мне понравились. Я их знаю хорошо, в сети-то я часто сижу. Но это мне не помогло понять, что там написано. Некоторые буквы были мне знакомы. И мне показалось, надпись гласила «Украдем варенье». Неужели в мой день рождения не задумали какую-то ерунду и забыли про меня? Причем тут это я отправилась дальше на поиски. Еще я нашла такие же эмодзи-тарелки, но еды в них не было. А потом я нашла такие же стаканчики. Я подумала, может это какой-то розыгрыш? Я даже свечку нашла в виде цифры 3. И еще кое-что в виде цифры 3. Я разобрала это кое-что и поняла, что это воздушный шар. Я искала подарки, но ничего не находила. Ну и я решила, что фиг с ними, с друзьями, с Аней и их подарками. Я уже не маленькая и сама себе праздник устрою раз так. Так, я решила воспользоваться насосом. Я очень долго надувала шар. Очень-очень долго. Очень-очень-очень-очень-очень долго. Так долго, что мне стало плохо и чуть не вырвало. Но шарик все-таки надулся. Я нарядила все вокруг, только на торт денег у меня не было. Весь день голодный буду ходить. И стала сама себя поздравлять. Но почему-то ощущение дня рождения не пришло. И меня мучил вопрос, где же все и где мои подарки? Тогда я решила сделать фотку в наш инстаграм. Чтобы меня поздравляли в комментариях. А заодно сообщить всем, что если вы хотите встретить Новый год со мной, Аней и еще кем-нибудь из песиков, то мы втроем будем вас ждать 6 января в Санкт-Петербурге на экспо-елке. Это не сутка, я все объясню в описании к этому видео. Короче говоря, я решила отправиться на поиски остальных своих подарков и новогоднего настроения. Первым делом, конечно же, для этого надо было проверить холодильник. Фу, еды толком никакой нет. Ни оливье, ни курицу еще никто не приготовил. И главное, нет моего деньрожденческого торта. Одни мандарины и какая-то фигня для двуногих. Так дело не пойдет. Холодильник был практически моей единственной надеждой. Но на всякий случай я решила проверить и стол. Там пахло чем-то вкусным. И детектив Пикачу внутри меня подсказывал, что надо провести проверку и убедиться, что я ничего не упускаю. И вот первая улика дала о себе знать. Наверное, это мой торт на день рождения. Или это объедок какого-то вчерашнего пирога. Ну-ка, ну-ка, что за пирог? Фу, какая гадость. Ох, и влетит мне это они за прогулки по столу. Хотя как мне может взлететь от хозяина, которого нет, и он даже забыл про мой день рождения. Но я решила не сдаваться. Когда я их найду, я потребую объяснений. А вот это уже поинтереснее кто-то тут позавтракал. Аня меня точно убьет. Пожалуй, не буду оставлять следов. Картоха это, конечно, круто, но вообще я таким и отравиться могу. Короче, кроме объедков на столе мне не удалось ничего найти. Хотя, кажется, тут не только объедки, но и... М-м-м, что это? Коричневая, овальная... Пожалуй, не буду это пробовать. Мало ли кисалиса туалет перепутала. Время шло, а мои поиски не давали результатов, и к тому же я застряла на столе. Я помнила, как я залезла, но в упор не могла вспомнить, как слазить. Это все из-за шока. Кровь из попы к голове прилила, видимо. В итоге мой покемоновый мозг потихоньку начал соображать, и мне удалось вернуть свою попку на один уровень с головой. Меня эта ситуация так огорчала, что я решила задохнуться тапочками. Засуну голову внутрь, надышусь вонючими тапками и задохнусь, пусть скучаю. Стоп, разве это того стоит? Пусть весь мир против, но я не сдамся. Потом я вспомнила, что подарки еще кладут под елку, и вернулась в нашу комнату к маленькой елочке. Но под нашими елочкой подарков для меня тоже не было. И я решила, что позже надо будет и под большой елкой проверить. Неужели все забыли? Но как они могли забыть, если мы все вместе снимали новые видео на наш общий канал Magic Family и на новый влоговый канал? И они тоже вышли сегодня. На Magic Family вы узнаете обо мне такое, такое, там Аня такое рассказала. Я в описании оставлю ссылки на эти ролики. Потом пойдите и обязательно посмотрите их. Поставьте там тоже лайки и напишите им в комментариях, что они козявки раз забыли. Но не сейчас. Сначала дослушайте мою историю до конца. Хотя лучше вам не знать, чем все это кончилось. В общем, лежала я и грустила. И тут мне пришла идея проверить подарки под всеми елками, какие только я смогу найти. Даже под самыми маленькими. И вторым после холодильника пунктом назначения был, конечно же, туалет. Шишки, ветки, свечки. Ветки, шишки, свечки. Ничего нового. Думай, покемония голова, думай. О, потом я заметила зеркало и решила в него посмотреться. Раз уж все равно я тут посмотрелась. Да, я явно стала старше. Старею. Мне послышалось, что в коридоре кто-то прошел. Но, видимо, мне все-таки показалось. Вдруг они спрятали мои подарки в унитазе. Ну а где, если не в холодильнике? У меня все время было ощущение, что кто-то следит за мной. Что кто-то наблюдает. Что кто-то рядом есть. Я оборачивалась, но никого рядом не было. Что-то тут явно не так. И это уже совсем не похоже на розыгрыш. Но в унитазе ничего не оказалось. И во втором унитазе тоже ничего не оказалось. Неужели все потеряно? Меня одолевала ярость, и я срывала ее на фиолетовом слонике. И тут я вспомнила про улиток. Вдруг они что-нибудь видели? Я кричала снизу, но мне никто не отвечал. Наверное, они меня не слышали. Это, видимо, потому что они в пластиковых коробках. Или спят. Или они глухонемые. Или, короче, улитки мне не помогли. Ну нет уж, я так просто не сдамся. Очередная елка, и под ней опять ничего. Еще одна елка, и под ней тоже ничего. Кругом меня окружали только звездочки да шишки. Колокольчики, снежинки, но только не подарки для меня. От злости на всех я даже хотела сгрызть новогоднюю птицу. Но потом поняла, что Аня расстроится, решила просто показать всем язык. Но потом поняла, что этого никто не видит. Потому что все забыли про мой день рождения и про меня. И вообще, видимо, уехали куда-то на Новый год. Я проверяла каждую елку. Но кругом меня встречали только звездочки и шишки. Сердечки и шишки. Колокольчики и шишки. Мне нужна передышка, подумала я. Нет, не нужна, подумала я. Мне нужно закончить свое расследование. Куда бы я ни шла, кругом меня встречали то птицы райские. То снежинки, то еще какая-то новогодняя дребедень. Смысл украшать все на Новый год, когда на улице все так же трава и чуть ли не лето. Я знаю, что за желание я загадаю на день рождения и на Новый год. Я лежала и думала, а меня окружало все, что нельзя съесть и нельзя погрызть. Звездочки и сердечки. Снежинки и сосульки, которые даже нельзя пососать. Ангелочки и сердечки. Сердечки и ангелочки. Носки для подарков без подарков. Снова снежинки. Снова носки для подарков. Снежинки, снежинки, елки, шишки. Мне срочно нужно было подышать свежим воздухом. Я вышла на улицу. Там до сих пор была трава. Проверила под елками, что стояли на веранде. И там подарков для меня не было. Я увидела крысу. Символ этого Нового года. Вот и друзья все мои крысами, видимо, оказались. Я залезла на стул, потом на подоконник. Кругом были грязные следы киса и лисы, которые напоминали о грустном. И снова тут это новогодний отребедень. Ну хотя бы не шишки. Хотя свечка в новогоднем фонарике меня немного успокоила. Ни подарков, ни друзей. Только грязные следы киса и лисы. Я, сходя с ума от одиночества, уже даже с новогодней игрушкой начала разговаривать. Но она мне не отвечала. Все было бесполезно. Я проверила под всеми елками. Даже под ненастоящими. И тут я вспомнила про самую главную елку в доме. Я побежала к ней. И стала внимательно изучать все вокруг. Я обошла каждый метр, сантиметр, миллиметр. Проверила все, но ни одного. Даже самого крошечного подарка для меня там не было. Елка была такая большая. Такая огромная. А вокруг такая тишина. А на улице трава. А все куда-то подевались. А день рождения кисе и лисе под хвост. И мне стало так грустно, что я решила пойти и сожрать всем на зло ту самую картошку. Но когда я вошла в зал, мне показалось, что из нашей комнаты доносились какие-то звуки. Я бегом побежала туда, а дверь была закрыта. И оттуда сочился голубой свет. Но я точно помнила, что я не закрывала дверь. Значит, в комнате кто-то есть. Я решила собрать в когти всю свою смелость и заглянуть внутрь. Кто там? А? Выходи. Мне стало страшно. Эй ты, выходи, а ну, я очень злой бультерьер. Гав-гав. Но это оказались Аня, София, Эйван, Миша и Киса Алиса. Они сделали мне сюрприз. Они все вместе пели мне песню. С днем рождения тебя. С днем рождения, Юмичу. С днем рождения, Пакимуша. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя, наша дорогая Юми. Поздравляем и желаем тебе самое главное здоровья. А все остальное само придет. Мы ели очень вкусный торт. Кстати, когда я задувала свечку, я загадала, чтобы на Новый год пошел снег. Вот такая у меня мечта. Мы ели свой собачий торт, а чтобы киске Алиске было не обидно, Аня ей тоже дала вкуснятину. А пока мы ели его, Аня наливала нам собачье пиво. Оно безалкогольное и вообще невкусное. И мы его пить не стали. А кисе Алисе Аня предложила безалкогольное кошачье вино в честь праздника. Но она тоже сказала, что это фигня какая-то. Я спросила, а будут ли все-таки подарки? Я их так искала, так ждала, в холодильнике, в унитазе. Они посмеялись надо мной, что только я могла там их искать. И стали дарить мне разные подарки. Мама Миша подарила мне пенал для школы. А папа Эйвен тетрадки для школы. А тетя Софи ручку в виде золотого ключа опять для школы. Я расстраиваюсь, что все подарки напоминают мне об учебе. Хотя каникулы ведь. Но оказалось, они снова меня обманули, а потом стали дарить еще кучу всяких штук. Самых разных и прикольных. В эти минуты я почувствовала себя самой счастливой на свете. А моя подруга Киса Алиса подарила мне брелок с Пикачу. И нашептала поздравление на ушко. А Аня подарила мне утку, за которую мы даже с Софи немного повздорили. Ну вообще-то утек собираю я. И у меня сегодня день рождения. А еще она подарила мне вкусняшку в виде игрушки, косточки. А потом мы все вместе пошли гулять и бегать по траве. Потому что было 27 декабря, а у нас до сих пор не выпал снег. А Аня как всегда за нами убиралась. Ну, потому что мы, как всегда, насвинячили. И вот наступила 31 декабря. Я проснулась утром и побежала первым делом проверять, сбылось ли мое желание. И знаете, что я увидела за окном? Снег! И мы побежали все вместе на улицу радоваться новогоднему снегу. Поэтому мы желаем тебе в новом 2020 году, чтобы все твои мечты, все-все-все твои желания, которые ты загадываешь, сбывались. Главное в это верить. А теперь иди и смотри новые видео на других наших каналах. С наступающим Новым Годом!